5 апреля 2021 года принят федеральный закон номер 79 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Указанный федеральный закон вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения, связанные с таким видом имущества, как гаражи. Это создание, оформление прав на них и земельные участки под ними, а также легализация уже существующих гаражей. Поэтому этот закон назвали гаражной амнистией. Согласно информации Росреестра от 7 апреля 2021 года, закон о гаражной амнистии призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и также регулирование земельных участков, на которых расположены данные гаражи. То есть указанный федеральный закон распространяется на объекты гаражного назначения, которые возведены до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации. Речь идет об объектах капитального строительства в гаражах, так и некапитального строительства. То есть, например, железные гаражи, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной, то есть собственность, на которой не разграничена, либо в собственности муниципального образования. Не попадают под гаражную амнистию самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажных офисных комплексах. Ну, наверное, это в нашем городе незначительно. То есть, воспользоваться гаражной амнистией смогут граждане, владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу градостроительного кодекса, их наследники, граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу градостроительного кодекса Российской Федерации. То есть, для того, чтобы воспользоваться гаражной амнистией, гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении, либо образовании земельного участка под существующим гаражом, с приложением документов, которые подтверждают факт владения гаражом. Но поскольку указанный федеральный закон вступает в силу только с 1 сентября 2021 года, и на уровне как субъекта Российской Федерации, Свердловской области, так и на уровне муниципального образования, еще не утвержден конкретный перечень документов, которые нужно будет предоставлять владельцам в подтверждение того, что это действительно гараж является его собственностью. Согласно разъяснениям Росреестра устанавливается перечень таких документов, рекомендации. То есть, получается распределение гаража, например, документы технической инвентаризации, какие-то документы, которые подтверждают, что он вступил в гаражный кооператив и вносил паи в этот гаражный кооператив. То есть, получается, но пока что, вот я говорю, что это еще все не точно. Будут внесены изменения, в том числе в муниципальные правовые акты будут утверждены перечень и орган местного самоуправления, ну это, скорее всего, будет что комитет по управлению муниципальным имуществом, но пока что перечень документов не утвержден. Получается, если у человека, например, есть гараж, гараж у него не оформлен в установленном законном порядке, то есть он может оформить как гараж, так и земельный участок под ним, но при этом он должен подтвердить, то есть, например, у меня есть гараж, я должна подтвердить, что я пользуюсь. Как правило, ранее они вступали в эти гаражные кооперативы, они платили членские взносы и тому подобное. Получается, нужно доказать, что это, во-первых, ваш гараж, и получается, это дачная амнистия позволяет упростить процедуру. Вот, исходя из практики судебной на территории Артемовского городского округа, как исполняющей обязанности председателя, к нам ежедневно поступают по несколько исковых заявлений, которые как раз-таки просят признать право собственности на гаражи. И то есть люди, чтобы оформить гараж, они обращаются в суд, и то есть они там привлекают свидетелей, документы там какие-то, да, то есть привлекают председателя этих гаражных кооперативов там, либо каких-то, я не знаю, соседей там по гаражу, чтобы доказать факт того, что гараж находился там в их собственности, да, и им принадлежал. Соответственно, вот эта гаражная амнистия, она призвана упразднить порядок вот этот, потому что сейчас люди иного способа, как через подачу искового заявления в суд о признании права собственности, не могут, по сути дела, оформить право собственности на гаражи.